Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Встречаюсь с парнем два года. Отношения на расстоянии с каналов и крупных ссорей нет, но у меня всегда про разговоры с ними по телефону или ожидание встречи крутит и болит живот. Как только подумаю о встрече, сразу реакция. Не знаю причины страха, причины волнения, не могу понять в чем дело и пройдет ли. Отношения, первые отношения с родителями хорошие, мама и папа всегда поддерживают. Росло без скандалов. Как справиться с этим и возможно ли преодолеть? Ну, смотрите, остается здесь следующее. Самым лучшим для вас, на мой взгляд, решением данной ситуации было бы, в общем-то, просто с парнем поговорить. на эту тему. И все. То есть, просто поделиться, что называется, поделиться с ним тем, что вы так ощущаете, вот, и как-то, ну, донести до него вот эту историю. Ну, вот, сейчас, в моем, моем взгляд, тут было бы, ну, лучше. Для этого. Чтобы они были бы лучше, если бы мы могут, ну, сказать либо. О том, что вас, ну, тревожит, о том, что вас беспокоит, да, вот, и так далее. Вот, то есть это вот могло бы вам, конечно, как-то помочь. А лично я думаю, в чем здесь может быть дело, это в том, что для нас отношения там, так или иначе, шаг. А, шаг в определенную взрослую жизнь. И я думаю, что, само собой, вы как-то побаиваетесь этого. Потому что, если, как вы говорите, мама, папа вас, ну, поддерживали, да. А вот если, как вы говорите, мама, папа, ну, были с вами, и вы в целом производите, ну, вот, знаете, впечатления. Такого вот домашнего ребенка, вот. То для вас, ну, вот, такие шаги, да. Как отношения. А, конечно, вот это может пугать. Дальше. Да-да-да-да-да. Так, извиняюсь, да, там, не мало, не мало. Как-то что-то такое. Говоря. Это может вот пугать просто-напросто и вот то, что вы чувствуете, да, то, что вы ощущаете то, как вы чувствуете, то, как вы это ощущаете, вот, само собой вас может тревожить, вот, такая вот история. Поэтому, насколько вы уверены в себе? Вопрос. Насколько вы прислушиваетесь к себе? Вопрос. Насколько вы готовы жить, вот, ну, что называется, своей жизни? Вопрос. Вот, это первый момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание. Второй момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание, это, собственно, сам страх или или, сами страхи, волнение, с чем оно может быть связано. То есть, я думаю, что если вы уделите этому внимание, ну, какое-то внимание, да, если вы... поработаете со психологом в этом направлении, так сказать. Ну, я думаю, что разобраться с этим особого труда у вас не составит. вот, тут есть, конечно, моменты, вот, тут, тут есть, конечно, нюансы, вот, в частности, нюансы касаются, например, ну, вашего отношения к себе, да, вот, нюансы касаются того, насколько, сильны у вас механизмы, ну, насколько сильны у вас механизмы защиты. А вот, то есть, тут вот, могут быть, а, ну, скажем так, свои особенности, ну, ваши особенности могут быть здесь, а, само собой, вот. То есть, тут нужно смотреть, да, тут нужно разбираться, тут нужно исследовать эту историю, исследовать эту ситуацию, смотреть, изучать ее. Вот, ну, я думаю, что можно, можно, я думаю, что можно вам помочь. Вот, ну, я думаю, что, если говорить про… ну, более, 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 более. что связано с логовым, то с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии я бы сказал, я бы предположил, что речь идёт в каком-то смысле о вашей самореализации. То есть речь идёт о том, насколько вы реализованы и не являются ли для вас, ну вот, ситуация, которую вы описываете. Не является ли она для вас тем, что он как-то вот отдаляет вас от реализации себя? То есть не видите ли вы в этом для себя, скажем так, ну, угрозу, да? Если видите, то, конечно, здесь уже нужно смотреть, в чём эта угроза проявляется, как она проявляется и так далее. Вот. Это всё очень важные моменты, на которые я бы хотел обратить ваше внимание. Именно вот с точки зрения психотерапии. Да. Вы встречаетесь с парнем со своим, да, на расстоянии. Да, ничего хорошего в этом нет. В смысле того, что он, ну, причастен человек на расстоянии, да, это вот, ну, как бы, не быть в фактических отношениях, ну, фактических отношениях, к сожалению. Вот. И, соответственно, это наводит на мысль о том, что, возможно, вы избегаете. Возможно, вы избегаете какой-то близости, возможно, вы избегаете, избегаете, ну, какого-то сближения, вот, с, ну, с человеком, да. Вот. И ваша, скажем так, ну, ваша боль в животе, да, ваша, ну, ваша вот такая. Такая болезнь в животе. Вот она связана именно с этим, именно с тем, что вы боитесь близости, не уверены в своих личных границах. Вы, вы не уверены в своих личных границах. К, ну, вот, к моему большому сожалению. И если это так, если вы, если вы на самом деле не уверены в своих личных границах, вот, что я бы сказал, что в этом направлении, в этом направлении вам нужно работать, вот, вам нужно, ну, с этим как-то взаимодействовать. Вот. Я бы, так, сказал бы. Вот. Вот, наверное, такой ответ я бы мог вам дать. То есть сейчас, сейчас вы производите впечатление у человека, который довольно сильно чего-то боится, да, человек, который, ну, вот, не очень уверен в себе, человек, который сомневается в себе, который полагается, ну, с трудом полагается на себя, вот, самого. И многое еще, конечно же, зависит от того, какие именно отношения вы выстраиваете с мужчины. То есть что это за отношения? В какой позиции вы, в какой позиции он, как вы себя с ним ведете, чувствуете, да, чувствуете, да, ощущаете, как он ведет себя, чувствуете и ощущаете. Что-то очень важно. История, я бы сказал, на которую вам нужно обратить свое внимание. Вот. Вот. А, вполне, вполне возможно, вполне может быть, что вас что-то, ну, что-то напрягает. Вот. Вполне возможно, что вам что-то, ну, не нравится. Вполне возможно, что вы чувствуете себя как-то не свободно с, ну, с человеком, да, и так далее. То есть эти нюансы очень важны, и на них, как мне, кажется, на это важно обратить самое пристальное ваше внимание. Вот. Чтобы во всем разобраться. Хорошо. Чтобы все так вот, ну, поисследовать. Хорошо, да? Вот. Ну, пожалуй, такой ответ я мог бы вам дать с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, и с точки зрения моего опыта, который мне имеется. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Вы большая молодец, что обратились за помощью. Я думаю, что это, ну, громадный шаг вперед. Для вас, я думаю, что для вас, я думаю, что вы оказали себе большую услугу тем, что обратились за помощью. Вот. Но это только первый шаг на данный момент, на данное время. Это только первый шаг. А вот следующий шаг, это выбор психолога, вот выбор специалиста и, значит, начало работы уже в индивидуальном режиме. Вот. Может быть, может быть, вам было бы интересно вместе с молодым человеком Своим обратиться за помощью, то есть, ну, вместе поработать, да, вместе поговорить, вместе пообщаться и вместе по исследовать, скажем так. Вашу ситуацию, в которой вы оказали. Вот. Ну, я посмотрел в сторону искренности. Вот. Я посмотрел в сторону искренности с мужчиной. Вот. Я вам желаю удачи. Всего самого доброго. Обращайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok